Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Посвященных избранников, которых также отметила, что намерена жить дальше ради дочери. Отпевание Сергея прошло в соборе Николая Чудотворца в Евпатории. После этого диджея похоронили на местном кладбище. На церемонии присутствовали как родственники Бабина, так и его коллеги. Напомним, что музыкант пострадал во время драки, произошедшей на фестивале Z-City в Крыму. Тогда местные СМИ сообщали, что на Сергея и его друзей напала компания пьяных мужчин. Во время потасовки диджей получил тяжелую травму головы. Его быстро доставили в больницу, но самочувствие Бабина стремительно ухудшалось. В итоге врачи ввели мужчину в состояние комы, с которой он так и не вышел. Супруга Сергея признавалась в Инстаграм, что он был невероятно добрым человеком, готовым всегда прийти на помощь. Он был самым лучшим папой в мире. Я не знаю, как нашей дочери Полине рассказать о произошедшем. Это очень жестоко. Я знаю, что Сережа всегда будет нас оберегать. Он так безумно любил. Прости меня за все. Любим тебя очень сильно, рассказала Алена. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах гибели Бабина. Подозреваемые по делу уже задержаны. Их допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Десятки поклонников поспешили принести соболезнования семье диджея. Это просто ужасно. Такие вещи всегда происходят с лучшими людьми. Память о Сереже останется в наших сердцах. Он был невероятно светлым человеком. Уверена, его музыка продолжит жить, пишут фанаты Бабина. Известно, что в последние годы карьера Сергея шла в гору. Сначала мужчина работал в родном Орске, но несколько лет назад перебрался вместе с женой и ребенком в Москву. Здесь наладил связи и стал выступать. Также Бабин постоянно гастролировал по России и странам ближнего зарубежья. Людей, напавших на диджея, уже задержали. Против них возбудили уголовное дело, но расследование пока еще продолжается. Правоохранительные органы пытаются выяснить, кто именно нанес звезде роковой удар.